6 утра ребята кока-кола нас встречает нью-йорк хорс хэд но сразу дали дверь все пока спят я уже буду сейчас разгрызаться друзья привет едем по западной вирджинии в сторону северной каролины сегодня у нас уже 22 мая наверно такая красота вокруг горы зелень все уже цветет как говорится и пахнет лето полным ходом даже западной вирджинии это достаточно всегда тут прохладненько в горах сейчас просто красота наконец-таки пришло полноценное тепло в наши края и в америку ездим работаем потихонечку на прошлой рейсе наверное две недели пробыл в рейсе потом приехал 44 3 дня где-то примерно полных провел дома и он вчера выехал снова в рейс движусь опять на юг я понял что на севере вас сделать вообще нечего таскать только какие-то маленькие каратыши на юге грузы кое-где есть особенно после недели проверок немножко цены подросли буквально чуть-чуть но я думаю это ненадолго хотя надеюсь чтобы навсегда и этот рост продолжался будет видно в общем едем на юг сначала в каролину потом в атланту поедем 100 джорджи и оттуда вас скорее всего можно будет но более-менее хороший груз взять домой и где-то в субботу вечера может быть уже буду дома так продолжаем работать потому что не работать нельзя надо хотя бы плотненько так поднажать чтобы потом можно было хотя бы на недельку поехать отдохнуть куда-нибудь это жестокая авария о ничего себе дом на колесах перевернули вот эта фигня опасная ничего все перевозили дом расколотила его бывает же случаи такие они в основном супер аккуратно едут эти ребята уступают сопровождением все дела ну я первый раз вижу чтобы дом на колесах расколотила утренняя загрузочка водичкой грузимся водичками тяжеленькие на сегодня пятница едем домой это я нахожусь в штате теннесси неподалеку от джорджия так ну шо выкарабкались еле-еле где загружались о смотрите а мыши на лошадях едут прям по городу кара сад на как 18 веке даже на светофор останавливается кто бы мог подумать да что 21 веке еще существует вот такая красота а вот как вам вот такая красота это юг это юг стат теннесси неподалеку от города носила ох ребята как я только что застрял на доки на двери где загружался у меня по-видимому забился water separator вот отделительный этот фильтр топливный и я не мог завестись я просто не мог завестись капец уже у меня в этом рейсе пара заглыхал и не мог завестись а фильтра запасного нету с собой и времени нету на него никак не удавалось поменять ну не проезжал я большие трек стату заехать и заменить вот сейчас еду заеду на трек стап попрошу мне поменяли фильтр поменяли water separator чтобы у меня не было проблем то это просто ужас думаю что делать стою на доки не заводится тракт масла от масла от но топлива не проходит короче благо у меня была стартинг fluid жидкость пшикаешь который фильтр немножечко воздушный и масла еще он тогда заводится как бы на парах эфирных попросил дядьку говорю попши ко мне я заведу хотя бы его чтобы доехать до этого пока догадался короче уже полчаса прошло уже вызвал сервис короче а сервис мне говорит сейчас приедем быстренько минут 25 тогда сначала скале полтора часа потом 25 я спрошу а сколько стоит такой ваш сервис он говорит ну чтобы выехать 400 фильтра там наверно долларов на 200 и еще я поработаю типа я сейчас хочу баксом 800 наверно бы с меня содрали чтобы я только уехал оттуда и ужас короче с такими целями сейчас не так застрять думаю вот это вот проблемы хотя только недавно поменял эти фильтра это то что бек не менял да я каждую замену масла каждые 20 тысяч миль меня эти фильтра но видно мало надо еще полпути меня короче сейчас возьму поменяю с собой запасные пару фильтров чтобы они у меня валялись ключ я просто таких проблем никогда не было знаете я никогда об этом не думал тракт новый чтобы там менять что-то оказывается надо минимальные какие-то запчастинки с собой возить в общем сейчас заеду на трекстап как раз покупаюсь позавтракаю пока мне там менять будут вот эти фильтра возьму пару запасных и вперед дорожку сегодня пятница сегодня пятница и мы движемся в сторону дома девятьсот семнадцать миль где показывают на дому это у нас будет memorial day weekend это типа 9 мая такой праздник как бы на день памяти павших или кто воевал войне он такой вот это у нас большой праздник много че закрыто будет все флажки американские где люди чтят имя тех кто пол в разных войнах это нету определенной второй мировой и вьетнамская и корейская война праздник почитающий всех военных людей какие дела едем так ну все ребята поменяли фильтра 132 доллара вышло ну это гораздо дешевле чем за 800 правда гораздо дешевле ну вроде бы окей сейчас там немножко обороты все равно прыгали на вид воздух выйдет будет такие оказывается что может быть даже фильтр океи был нормальный хотя заправлялся на плохой заправке недавно что я на него грешил он был немножко расслаблен прошлый сервис которыми делали не до закрутили фильтр и он видно цеплял воздуха немножко из-за этого и глох трак и ехал как-то стрёмно короче не знаю это такая работа такая работа мне не сильно нравится ну ребятки наконец-таки я помою своего красавчика наконец-таки у меня примет душ тут стоят 10 часов вечера очередь душ для траков надо намыть на драйвить чтобы он у меня работал не ломался и был доволен как слов но я его еще не мыл наверное с зимы если честно только дождиком сейчас будем намывать нашу машинку и пойдем потом спать завтра у нас новый день нахожусь в вирджинии 205 экзит вирджиния по 81 дороге двигаемся на джорджию гугла джорджия везем какие-то какие-то напитки вроде бы не какие-то соусы кетчупы майонезы и тому подобное завтра целый день в пути после завтра 9 часа утра у нас разгрузка что ребята товарищи преклонили мы голову парковки здесь очень много тракстат наверно более 300 парковочных мест трак на мыли вроде бы хорошо сейчас видно не очень конечно но только что с мойкия колеса блестят тут чистенько вроде бы трейлер тоже красота так вот надо почаще делать даже царапину мне отмыли по шикардос 120 долларов не зря заплатил ой красота сейчас даже спать приятнее будет все господа на сегодня наш рабочий день закончен до завтра завтра уже у нас 1 июня первый день лета будем его встречать в пенсильвании ехать на джорджию помаленьку вдруг мой жека где-то там сзади тоже догоняет меня наверное уже где-то заехал в биржинию может быть завтра подъедет так ну что доброе утро доброе утро страна посмотрим как нам помыли вчера ночью нашу ласточку ой красота выглядит как новая вот это просто красота как же она долго этого ждала о какие-то новые царапины что-то мне за это не заплатили в прошлый раз не понял опа-па ну ладно это не критично ай чистенько все блестит трейлер блестит колесики блестят уже не так как новые конечно но блестят надо их натереть о вот эти лучше блестят на трейлере это просто красота и то уже такие подзасрались немножко от соли видно северная даже бедно делать и пар уже у меня блест надо его какой-нибудь корабельной краской выкрасить пломба на месте ну задние двери скажу помыли конечно так себе засрамцы не очень не очень можно было бы лучше ну сбоку нормальные лёсики шикардос шикардос можно ехать на выставку траков хвастаться да надо на примеру трансформеров 9 июня на моё день рождения выходит ехать видите сказать им ребята у меня идеальный вариант для следующей серии бамбл бить хе-хе эх ладно поехали заправим немножко дефа и в путь дорожку солярку заправлять не буду вот дорого красивый груз не правда ли смотрите вот это не габарит сколько же у него осей что он везёт непонятно что он такого интересного везёт вот так у него только шесть осей на одной стороне 18 на обоих и 36 колёс ничего себе это только задние оси трейлера какое-то здание это здание потом ещё 36 колёс и спереди ещё 2 обалдеть 72 плюс 2 74 колеса что ли вот это может быть конечно надо раскошелиться когда резину менять я в шоке такие вот не габариты не зря конечно этим ребятам деньги платят однозначно заедем заправимся на вот такую вот маленькую заправочку это карлайна уже здесь солярка по 3,20 по скидке хорошая цена солярка скорее всего не очень хорошая но заправим может быть пол бака а потом уже дотянул завтра на технике то заправлюсь тут правда очередь видите все по матфлепу по дискаунтам будем ждать сейчас очень тесно с правого боку заезжаем хатчата видите по 2 машины возят по 2 а вон и по 3 маленькие 3 можно сейчас короче менты узнали что на таких хатчатах 3 машины это перевес всегда и вот 2 стоят такие более менее большие машины 2 джипа и это уже предел такого трачка больше брать нельзя потому что будет штраф хотя трачок у него маленький даже без палки а вот там еще один стоит там уже 3 2 сивика и 1 мерседес ну махина все стоим на этом идем заплатим увидим какая тут шарага по мчале на 350 баксов брызнул до сюда джорджи и доехать а там завтра уже заправлюсь на течке хорошей соляркой ну это тоже ничего заправка такая прямо за хайвея удобно заехал сразу выехал на фривей и уже мчишь что ребята разгрузились с горем пополам на базе разгрузил там всякие кетчупы майонезы и тому подобное задержался немножко не хотели платить лапр потому что дорого они нам зарядили 213 долларов сюда за 22 летом очень дорого пока разбирались туда-сюда заплатили за разгрузку 145 в конце концов и вот уже едем в Освояси на загрузку в город Стейтсвилл тоже этого же штата Джорджия примерно 2 часа от того места где я находился едем по таким вот деревням вертолеты там висят какие-то военные такой классный штат юг юг Соединенных Штатов уже неподалеку от Флориды но еще Джорджия очень все так тут простенько бедненько без лишних понтов но дороги посмотрите какие по три линии на сторону какая-то средняя линия вот так вот его зовут а мы направляемся дальше груз хороший взяли слава богу нашли прям вообще такой сочный, жирный, мощный и такого давно не было в сторону дома груз тоже не полная не под завязку не 40 тысяч а 30 тысяч тоже по весу хороший по цене хороший прям удивительно не может не радовать но едем туда и наверное аж субботу вечером я только буду дома вот а в следующую недельку скорее всего может быть и отдохну а может быть и куда-нибудь съезжу разочкой так эта здесь деревушка живая нас направо все на месте сейчас будем грузиться небольшая очередь а красавчик выглядит как хорошо чистенький плястить правда уже немножко комары налетали но ничего в общем красавчик какая-то база такая с громадным паркингом не знаю что за грузы очень интересно вот передо мной дядька дэйсенал экспресс дэйсенал экспресс вот я после него а там смотрите какие-то интересные заброшенные груз или плохой лечо куча балетов непонятки но мы будем другое грузить вон там что-то что-то в коробочках будет загружать и везти на штат рода с этим грузом прям творятся какие-то чудеса ребята мы его как бы забукали за три тысячи до так называется забук или это как взяли короче за 3000 прислали нам его за 3 800 а сегодня до прям приезда на шипер вот сюда еще добавили 200 долларов и ничего не говорят просто кидают бабки как казино я в шоке я такого за всю свою жизнь дальнобой еще не видел такого брокера красавчика ну конечно что-то на какие-то сомнения кидает может там что-то не там с грузами не за чему перевозим может это кокс или еще чего-нибудь не хотелось бы но цену подымает прямо в реальном времени и и короче туда-сюда что-то в районе 4000 с атланты грубо говоря дальше атланты едем домой а домой нам больше 1000 миль на это еще 100 миль но это почти по 4 доллара за груз это вау или рынок пошел вверх или какая-то аномалия сам не могу понять вот но очень приятно очень приятно как бы всегда спрошу его на следующей неделе этого брокера может у него такие грузы на постоянке есть я бы сюда прям пустым бы ехал о так один отъезжает сейчас я через один буду загружать надеюсь они это быстренько все оформят пойдем открывать двери хлопок будем загружать прикольно лодком хлопком будем грузиться на юге америки еще продолжается хлопковый бизнес ну что друзья мы готовы полноценно ехать домой загрузили хлопком я полагаю будет что-то прям в упор должен закрываться заливал когда так криво стоит хэллоу хэллоу зверка литка который криво стоит он плохо закрывается апа так гуд агуд а вэри гуд так наша трубочка хпокс 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 и ладно все погнали погнали долгий путь 1000 миль дай бог сегодня 500 проехать было бы неплохо завтра суббота наверное все таки припеваться целый день потратить на возвращение домой так как нереально все это сделать за день 967 частично жира 500 может быть сегодня 500 завтра а если что понедельник снова прогуляю отдохну как раз дела мне там накопились надо поделать а может и вторник даже а может и всю неделю возьму у меня в пятницу день рождения еще 9 июня почти 40 лет ребята капец это серьезно уже мне аж не верится недавно на велике еще гонял а уже пятый десяток разменяю скоро еще не 40 конечно 39 но уже быстрее эх житие мое куда ты нарушитель поехал ах ты не гудяй такой сплошная двойная ай-яй-яй незаконно послушный гражданин поехал незаконно послушный ладно в добрый путь с богом до дома но я совсем забыл что мне надо еще заехать заправиться в душ сходить и самое главное пройти инспекцию на трак потому что у меня уже сегодня последний день как я уже вам рассказывал ранее наша компания заставила категорически на том чтобы проверка трака на разные неполадки производилась каждые три месяца вот это конечно напрягает естественно достаточно напрягает но это как сказать правило компании чтобы работать надо этим правилам следовать как бы в основном в основном по закону по закону американскому раз в год проходится инспекция на трак и трейлер и все больше не требуют но так как часто в компаниях проходят проверки от департмента от департмента от департмент транспорта часто и проверки то бывает много косяков выявляются и компания хочет чтобы проверки были чаще для того чтобы было меньше штрафов на саму компанию чтобы ее не закрыли потому что когда очень много водителей да там не знаю сколько 200 300 500 да траков ездит то нарушение получить очень легко поэтому чем чем чаще такие вот инспекции делаются тем быстрее можно увидеть когда проблему и удалить ее устранить и компания будет продолжать оставаться в хорошем стане как говорится но это только так хочется а как на самом деле мы уже не знаем а класс это мужики рыбку ловят с моста или под мостом это не видит съедем это болото или река по мостам выезжали и тут темнокожие рыбачки там стояли я заметил на юге такой релакс лайф знаете рыбачат много проводят время там для себя свободно хорошо денег много нет конечно бедные из района но зато жизнь какая то такая знаете счастливая в плане того что они работают много а больше живут пускай и не богато такие дела и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok